Приветствую, друзья! Просто сажусь. Как я в прошлом видео вам рассказывал, всё, что в голову приходит, то и говорю. И при этом совершенно не беспокоюсь о том, что кто-то как это оценит, кто-то там напишет какой-то коммент. Ну, допустим, хорошие комменты я приму, а плохие я просто прочитаю и буду понимать, с кем дело имею. Никогда никого не блокирую. Это традиция нашей школы «Человек будущего» Homo Futurus. Никакие комменты, кроме неформального текста. Ну, неформального вы имеете в виду, понимаете, о чём я говорю. Ну, когда пишут нормальные комменты, любые критические замечания с удовольствием принимаем. Потому что, отвечая на эти каверзные слова, каверзные вопросы, такие, какие со шпилечкой, отвечая на них, больше разворачиваем, раскрываем тему, да, просвещаем. Потому что это как раз-таки наши помощники. Но самый главный помощник, о котором я вчера говорил, это тот, который вы садитесь за компьютер, например, включаете вот это устройство, где вы записываете себя, и при этом начинаете говорить и говорить и говорить, и можете жестикулировать, и можете улыбаться любой из собой. Потому что мне вчера, после того, как я выпустил этот ролик про помощника, который себе устраивает, и что человек нуждается в человеческом общении, но самый идеальный собеседник для него, конечно, он сам. Потому что любит себя исключительно. Потому что вот это ощущение собственной исключительности, это то, что позволяет человеку, как защитная реакция его мозга, жить ему вообще-то. Потому что если он будет думать, что он плохой, он будет очень страдать. И поэтому человек всегда пытается найти объяснение, оправдание своим поступкам. А видите, что я делаю? Я, когда рассказываю, я совершенно сопровождаю свои слова какими-то жествами, синхронными текущему моему напряжению, и тем самым освобождаю себя для свободы мышления. Освобождаю себя от зажатости, от терномышленных зажимов. А вот сейчас я вам скажу о приёме, который просто потрясающий, который просто отвечает на вопрос, почему, собственно говоря, когда человек думает, нужно освобождаться от нервномышленных зажимов. Зачем это нужно? И почему в последние годы всё чаще и чаще пишут о вибрациях? Вообще-то о вибрациях я слышал давно. Я ещё когда в школе учился, я читал книжки в 10 классе, и в институте я учился, когда в медицинском читал книжки о том, что в Индии, в йоге очень часто упоминали слова прана и слова вибрации. Да, но сейчас в последние годы и у нас это употребляют. Говорят, что люди выходят на более вибрации высоких частот, что они там осветляются, что те люди, которые не выйдут на эти высокочастотные вибрации, останутся в прошлой жизни, потому что сейчас происходит переход на новый цикл вселенского развития. Ну, такие слова, эзотерики всякие пишут и так далее. На самом деле я вам сейчас объясню одну простую вещь. Дело в том, что вибрация, ну, это как волна. Вот квант имеет такую способность, одновременно это частица и волна, и поэтому это определённая частота колебания. Так вот, оказывается, если вы вот приём такой можете использовать, я установил корреляцию между частотой повторяемого действия, то есть колебания, и уровнем нервно-психического напряжения. То есть чем выше нервно-психическое напряжение у человека, тем чаще нужно делать эти вибрационы, то есть тем чаще вот эта частота, вот так вот. Почему я так говорю? Иногда я неправильно орфографически, потому что я стараюсь не прерывать течение мысли, потому что вот этот поток, который я сейчас делаю, я рассказываю, показываю, жестикулирую, сопровождаю вот эти действия, эти жесты, снимать, лишнее напряжение. А если я вот эти повторяемые движения буду делать чаще, с очень высокими частотами, например, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот вы представляете? Чем выше уровень напряжения, тем выше частота повторяемого действия. Вот почему у Паркинсона руки трясутся. Вот почему у человека, который вчера сильно выпил, утром у него руки трясутся. Потому что это снимает напряжение. Чем выше напряжение, тем выше частота повторяемого движения. Потому что есть корреляция между уровнем напряжения и частотой повторяемого действия. И поэтому, когда мы, например, переходим из обычного состояния в сон или переходим из обычного состояния в транс, веки у нас трепещут. Это вот такое трепещание век. Вы можете просто потрепещать руками и так сказать, условно говоря, ведь я улыбаться начал. Почему? Потому что при этих действиях снимается лишнее напряжение. И у меня появляется улыбка, потому что, смотрите, поток речи начинает идти быстрее, легче, свободнее, потому что я раскрепощаюсь. Вот оно в чём дело. И поэтому я как это сделал? Я всё соединил вместе, жестикуляцию, вибрационные действия, смотреть на себя, любоваться на экране при записи себя. Почему я вчера сделал такой ролик? Я буду и в следующий раз делать ролик. Вы следите за ними. Это будет целый курс самопсихотерапии. Почему? Потому что здесь происходит восстановление за счёт снятия лишнего напряжения, за счёт снятия зажимов, за счёт того, что освобождается сознание от комплексов, стрессов, стереотипов, страхов, шаблонов мышления и авторитетов. Что здесь происходит? Вот при этих вибрационных движениях, они же синхронны текущему состоянию. Мы же всегда говорим, и это уже стало народной песней, повторяемые движения снимают напряжение. А теперь мы скажем, что частота повторяемого действия синхронна уровню текущего напряжения. Поэтому, чем выше напряжение, тем чаще повторяемое действие. Поэтому, если вы хотите снять лишнее напряжение, встаньте, например, или сидя, например, и тряситесь, тряситесь, тряситесь. А для того, чтобы трястись было легче, ещё больше создайте напряжение. Например, втяните голову в плечи, такое упражнение, втянуть голову в плечи. То есть, делать так, как организм просит, когда вы напряжены. То есть, когда вы помогаете себе тем, как ваш гомеостаз, так сказать, требует, чтобы сохранять внутреннее равновесие. Несколько раз стягивайте голову в плечи, делайте, 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 и вы сейчас увидите, как вам потом легко станет. Потом напрягайтесь сильнее, напрягайтесь сильнее, напрягайтесь сильнее, а теперь тряситесь. Тряситесь, 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 как вам нравится. Чем чаще вы трясётесь, чем чаще это вибрация, чем чаще это волна, вибрация, частота. Чем выше частота, тем больше и больше вы производите самоадаптацию, то есть к текущему состоянию находите синхронные действия, и при этом возникает сброс напряжения, возникает целостность, освобождение. Вот сейчас я вам скажу важное. Дело в том, что если вы думаете над какой-то задачей, над какой-то проблемой, ищете ответ на какой-то волнующий вопрос, конечно, нужно освободить поток ассоциаций подсознательных. Всё, что вы видели, всё, что вы слышали, всё, что вы читали, всё, что вы думали, о чём видели во сне и так далее, и так далее, и так далее, в русле этого вопроса, вот когда вы задаётесь каким-то вопросом, нервничаете, ищете ответ, вы напрягаетесь, а потом вам надо вот так вот сбросить напряжение и освободить поток свободных ассоциаций в русле этого вопроса, и тогда приходят ответы. То есть, если вы хотите решить вопрос, начинайте о нём размышлять, размышлять, потом несколько раз сожмитесь, вот так вот, повторяемым действием, да, уйдите как в позу эмбриона, спрячьтесь там, зажим такой, это вы туда уходите, это инстинктивные действия, да, а потом потряситесь, потом потряситесь как можно чаще, сидя, стоя, лёжа, как хотите, хотите ногами трясите, хотите руками, хотите пальцем, и веками, веками, веками потряситесь и отпуститесь. И такое состояние, как волна, как дирижёр, когда он дирижирует, как музыка, когда играет, ведь природа едина. А вы думаете, откуда вот это? А вы думаете, откуда взялись вот эти вот, я помню, в Минске создавали вот такие вибромассажёры, вот такие вот, такие здоровые. Я один раз вот лёг на такой массажёр, мне трясло голову, там было написано, больше минуты не трясти. Я лёг на этот массажёр, мне трясло голову, а потом я ходил весь вечер в таком роскошном состоянии. Оказывается, микрокапиллярная система такая мелкая-мелкая-мелкая. У меня даже методика была, чулок на себя надеваешь, вибрационный. Воображаешь себе, что вибрация, вот начинаешь ногой вот так трясти, потом трясёшь чаще, 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 и вибрация идёт по всему телу, и потом трясёшь ещё сильнее. А потом такое хорошее состояние, потом весь вечер хочешь, ходишь, хочешь, танцуешь, хочешь, поёшь, открывается у тебя, потому что ты снимаешь нервномышленные зажимы, чему Станиславский учил актёров, снимать нервномышленные зажимы. Так вот, вы смотрите сейчас это видео. Я в этом видео сейчас отвечаю на те вопросы, которые задавали мне по прошлому видео в связи с созданием этого помощника для себя. Когда вы смотрите на себя видео, любуетесь собой, как я сказал, при этом пускаете мысли на самотёк, как я сказал, при этом напоминаю то, что я говорил в прошлом ролике. Есть автописьмо, а это автовыговаривание, да, это одно и то же по механизму, психоанализе, я говорил, наводят внимание человека на его больную точку в душе, и человек начинает из себя изливать поток, говорить, выговариваться, выговариваться, выговариваться и освобождается. В автописьме то же самое. И повторяемое действие снимает напряжение. Я вам рассказывал как-то в одном из своих роликов, что Агата Кристи, когда она писала свои произведения, освобождала поток ассоциаций именно повторяемым действием. Она мыла посуду. То есть она всегда, все свои детективы написала, оказывается, моя посуду. Я вам сейчас все эти пазлы соединяю, чтобы легче было понимать, на чём основан метод ключ. Повторяемые действия, синхронизация с текущим состоянием, снятие нервномышленных зажимов, освобождение потока ассоциаций решаемого вопроса, и большое значение частоте повторяемых действий. И самое главное, друзья, две вещи. Первое, это то, что когда возникает стресс, он всегда сопровождается защитным механизмом от стресса. Например, когда возникает напряжение, хочется голову втянуть в плечи, но мы не знали об этом и пытались вопреки этому наоборот выровняться. Когда надо для того, чтобы выровняться, сначала втянуть голову в плечи, то следовать тому, как инстинкт подсказывает, это первое. А второе, вы когда решаете волнующий вопрос, когда вы нервничаете, прислушайте себе, что вам хочется в этот момент сделать? Жать кулак, сожмите, втянуть голову в плечи опять же, втяните, постанать, постаните, покричать, покричите, подражать, подражайте, то есть помогите тому действию, которое организм сам подсказывает. Потому что моя теория стресса, что стресс вместе с самим собой вытягивает защитный механизм, который мы не слышим и часто блокируем. А надо его выпустить и усилить. Хочется сжаться в кулак? Сожмитесь. Хочется потрястись, потряситесь. Поэтому есть понятие нервная дрожь. Если вас трясет, потряситесь. Но вы мне задаете вопрос, я же не буду на людях трясись, а на людях и не надо. Это надо сделать заведомо. Поэтому у нас есть антистрессовая подготовка. Когда мы воображаем себе, что мы там выступаем, или сдаем экзамен, или на соревнованиях, и заранее, за несколько дней, представляя себе будущую волнительную ситуацию, наблюдаем, что у нас в организме происходит, что он требует сделать. И делаем это несколько раз. Это антистрессовая подготовка, повышение средоустойчивости к будущей ситуации. А когда мы там находимся, уже в ситуации реальной, то мы там восстанавливаем свой баланс. С тем, что любая идея по этим действиям, которые мы дома делали, просто мысленно воспроизвести. Мы ещё по этому поводу будем говорить. А потом мы делаем реабилитацию. Так вот, подбор действий путём перебора, что и называется, ключ, по критерию минимального усилия, по критерию того, что нам проще сделать, по критерию того, что хочется нам продолжать, оказывается, сам подбор этих действий, это второе, что я хотел сказать, развивает творческую личность, развивает наше творческое мышление, развивает наши творческие способности. И мы из исполнителя превращаемся в творца. Да, из выживания переходим в стадию созидания. Да, друзья, мне писали вопросы по прошлому ролику. Можно ли это делать с эльфи? Например, не включать в компьютере вот этот механизм, где записывается и разговариваешь сам с собой, как будто с кем-то, но с собой, как говорят, с любимым. Так же говорят. Да. Ну, дело в том, что когда ты с эльфи делаешь, ты уже заранее как-то по-психологически по-другому настроен. Ты там снимаешь себя просто, но там нет вот этого, что я сейчас посвятил реальный масштаб времени, выговариванию, выговариванию, выговариванию. Говорил всё, что в голову приходит. И сопровождал это жестами. Ну, конечно, когда вы делаете с эльфи, если там есть такая возможность, чтобы вы, наконец, выговорились, чтобы вы, наконец, высказались, чтобы вы, наконец, зарали, если хотите, чтобы вы так мнимо постучали по кулаку, чтобы бросили тарелку, как вы бы хотели. Да, ну, чтобы вы постанали, если захотели. Ну, пожалуйста, делайте, если это с эльфи можно. И мне задавали вопрос, а можно ли это делать с зеркалом? Вот такой монолог, а он же диалог с самим собой, а он же есть как раз-таки внутренняя речь, а он же по существу есть внутренний диалог, который мы выпускаем наружу. Можно ли делать с зеркалом? Можно, конечно. Если тоже даёт такой масштаб времени, когда вы как сеанс у психотерапевта. Вот я сам с собой разговариваю, ещё мне задавали вопрос, что, конечно, лучше всего, когда вы разговариваете или мы разговариваем с человеком, а не вот так делаем. Ну, естественно, потому что что может быть для социально-биологического существа, в котором социум внутри мозга, и внутренний диалог – это и есть модель социума, модель общества. Что может для него быть позитивнее, важнее, чем общение с человеком? Ну, это модель общения с человеком, модель, когда нету этого собеседника, когда вы один на один с самим собой и со своей проблемой. Ну, бывает же такое, очень много людей в депрессии, очень много людей стесняются выйти на улицу, очень много людей в момент страха могут взять и вот так и сделать. И освободившись, потом общаться с кем хотите. Да, друзья, это самопомощь, это самопомощь, чтобы вы меньше зависели от психологов, врачей, от меня, чтобы вы сами себе могли помогать. Да, друзья, и курс проводите. Вот я несколько роликов таких сделаю, а вы, глядя на них, и главное, и главное, научились свободе, научились, потому что нет ничего лучше свободы, а свобода – это человечность, а человечность – это доброта, а доброта – это супереживательность. А встреча с личностью – эпоха в жизни. В данном случае вы встречаетесь с личностью, то есть с самими собой, который на ваших собственных глазах от зажатого человека превращается в раскрепощенного, в свободного. Да, когда человек свободен, ему хочется любить, ему хочется творить, ему хочется петь, ему хочется стихи сочинять, ему хочется нести добро. Да, друзья, всё это так просто, я так просто это объясняю, потому что я, к сожалению, если бы это знал, когда я учился в школе, сколько бы проблем, я бы по-другому мог рассматривать и решать их лучше, и оставаться более здоровым. А сейчас я это делаю для того, чтобы выздороветь, для того, чтобы омолодиться, для того, чтобы вы были здоровы и любили друг друга. Потому что это школа человек будущего, хомо-футура, здесь даются те знания, и новые знания, совершенные, и старые знания даются в таком ракурсе, понятным, доступным, полезным, практически применимым. Да, друзья, так что наблюдайте за следующим роликом. И главное, что я вас очень прошу, убедительно прошу, мы ликбезы бесплатные проводим по 2-3 часа, и людей туда приглашаем. Но чтобы людей туда больше пришло, распространяйте эти ролики, пожалуйста. Пожалуйста, друзьям, знакомым, пишите в своих группах, пусть смотрят эти ролики, это же бесплатно, во-первых. Во-вторых, уникальный контент. Как превратить внутренний диалог в целебный. Получается монолог. Одновременно обучает вас раскрепощению, одновременно развитию творческих качеств, одновременно раскрытие тех качеств и способностей, которых вы даже не подозревали, одновременно вместе с этим. Дает понятие, что жестикуляция помогает нам понимать себя и друг друга. Дает понятие, на чем была построена система Станиславского. Дает понятие, на чем построена система психоанализа. Дает понятие, на чем была построена система уважаемого мною Леонтьева. Узнадзе, уважаемого мною Чиксен Михаил. Поток. Оказывается, психоанализы, тот же самый поток. Оказывается, автописьмо, тот же самый поток. Оказывается, мытьёп и сыны, тот же самый поток. Если правильно понимать эти вещи, которые я в одном ролике сразу всё вот это сложное объяснил. Почему я смог так сделать? А именно потому, что я придумал себе помощника, с которого я начал в прошлом ролике. Кто его не видел, посмотрите. Потому что разговариваешь сам с собой, пускаешь мысли на самотёк, говоришь всё, что в голову приходит. А ходишь, хочешь, вытанцовываешь. А хочешь, поёшь, что в голову придёт. И когда ты это сделаешь, да, всё, что в голову придёт. Когда ты выпускаешь этот пар, это разгрузка. А когда другой человек на это посмотрит, как ты раскрепощаешься, делая это, у него тоже происходит загрузка, и сопереживательный момент разгрузочный, ну, загрузка уже приятным, полезным, он тоже становится очеловечиванием. Потому что человеком может быть только свободный человек. А чтобы понять, что ты не свободен, надо уже быть свободным. Так, это всё взаимосвязано. Таким образом, сегодня поговорили о вибрациях. Потряситесь чаще, чаще, мельче, бисером. Бисером потряситесь любой частью тела. Перед этим сожмитесь несколько раз, втяните голову в плечи, сделайте так, как организм просит. Потому что, по моей теории повторяю, вместе со стрессом выскакивает в организме защита, о которой люди не знают, и которую надо усиливать, а не блокировать. И поэтому надо разделить на несколько частей. Антистрессовая подготовка, потом использование этих механизмов по памяти того, что выскакивает из сделанных дома, до того, превентивно, на месте, а потом уже реабилитация, восстановление. Итак, друзья, пишите, распространяйте, пускай больше людей к нам приходят. Это уникальная школа, человек больше, хомофоторус. До встречи, друзья. Да вы посмотрите, как я свободно говорю. И вы так будете. А кто умеет, ещё лучше будет. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok